так значит сегодня поговорим про сложность задач аппроксимации до или про приближенные алгоритмы ну и тут как обычно в теории сложности вычислений значит идет двустороннее движение с одной стороны находится все больше и больше задач которые можно решать приближенно но с другой стороны для большего и большего числа задач показывает что это невозможно если только по не равно н.п. вообще изначально задач аппроксимации воспринимались как ну такой как бы ключ к проблеме pnp на то есть если бы не равно н.п. то вроде как многие задачи не решаются в том числе многие задачи оптимизация но на практике и не нужно решать задачи оптимизации точно значит достаточно решить какой точностью на то есть например если есть задача минимизации расходов там на что-нибудь ну например задача коми выезжора значит где коми выезжор должен проехать минимальное расстояние и посетить все города вот соответственно если эта задача взялась на практике где реально нужно что-то объехать и вы например умеете решать не прямо таки находя минимум а находя минимум там плюс не больше пяти процентов то это уже очень хорошо и на практике особо больше ничего не надо на то есть какие-то там высчитывать копейки до снижать точность нас пяти процентов до трех процентов это в общем обычно не нужно вот но другой стороны если ваш путь например там в пять раз длиннее минимального дата это уже не очень хорошо хорошо бы чтобы все-таки что-то близко к оптимуму находилась вот но и соответственно это предполагалось как некоторые такой ключ на что если даже мы не умеем решать задачи точно но умеем делать это приближенно то тогда общем не страшно чтобы не равно нп да но мы как-то решим что-то приемлемое получим и будем использовать вот такая была идея в семидесятых но потом к началу девяностых оказалось что для некоторых задач это так происходит но для других задач приближение сверх какой-то точности уже будет нп трудным то есть тут вот проект я хочу сегодня поговорить на что такое вообще задача оптимизации да и связано с ней задача аппроксимация так значит задача оптимизация что известны некоторые функции f от x y известны некоторые функции f от x y значениями но в каких-то числах дата натуральных там рациональных значит функции f от x y но с числовыми значениями вот ну и соответственно дано x значит она идти нужно значит либо максимум f от x y по y ну и тут предполагается что тут все как обычно очень много умолчания да то есть предполагает что функция вычислимая и заполинальное время длины x значит вычислима за время полином от длины x именно x а не всего входа да потому что это нам дает и ограничение y полинальной длиной да то есть тут соответственно длина y меньше либо равна чем какое-то полином от длины x и это дает нам конечную область которую мы максимизируем и соответственно максимум точно достигается вот ну соответственно вот это когда я говорю найти максимум то это прям найти значение максимальное вот или другой вариант когда нужно найти арк максимум то есть точку максимума вот ну или минимум может быть всегда можно в принципе сменить знак у функции и свести задача максимизации к минимизации наоборот а значит задача аппроксимация вот а задача оптимизация задача оптимизация задача аппроксимация несколько более со слабыми требованиями задача аппроксимация значит параметром ро от нуля до единицы начать но но что нужно найти игрек да значит вот пусть пусть опт это оптимальное значение значит вот опт равняет как раз максимуму по игрек f от x и грек и соответственно нужно найти значит найти нужно число какое-то ну такое тка большое в интервале а трубу умножить на опт то опт это все для задачи максимизация ну или игрек или игрек такой что f от x и грек ну тут смотрите когда я пишу найти число то нужно обязательно чтобы он не превысило оптимум если я конкретный игрек нахожу то там значение точно оптимум не превысит и поэтому можно в одну сторону писать что это больше либо равно равно умножить на опт ну число у нас же функции с частовыми значениями и они для нее взять даже одно из значений просто заведомо чтобы она попала в этот интервал притет не так легко как кажется до ночи потому что нужно заведомо не перескочить вот этот опт на этот мнение как бы есть если бы у нас было только нижнее ограничение то можно было там максимально возможно значение взять и сказать что это решение вот но нам нужно обязательно не превысить вот эту границу не ну вот так вот но опт опт вычислен по f и вот нужно найти к в этом интервале любое к в этом интервале подойдет как решение но нужно заведомо чтобы алгоритм давал число именно в этом интервале ну тип того да конечно то есть вот да вот в задачи оптимизации у нас бывает два варианта либо это само значение максимальное либо . на котором она достигается вот вот если мы первые приближаем до значение то нам нужно все-таки не превысить абсолютный максимум да но при этом быть больше чем рот него вот если мы прям ищем если на задача поиска нужно найти игрек тогда только односторонняя граница потому что 2 автоматически соблюдется вот ну а что если минимизация то ну либо там делить на ро нужно и все менять местами либо считать что ро тогда больше единицы и соответственно нужно хотя напишу значит если минимизация тогда тут к должно быть соответственно от опт до опт делить на ро значит но это вот если мы хотим чтобы ро было всегда 0 до единицы либо можно сказать что ро будет больше единицы и на него нужно умножать вот вообще тут как бы не сложилось такого универсального подхода да то есть для максимизации обычно вот так вот все-таки ро будет меньше единицы и горит и но все да и даже бывает да там если это рублей как единица то иногда там наоборот на 1 минус ро смотрят на то есть приблизить . 5 процентов это не значит 5 процентов от максимума наоборот 95 процентов от максимума такая обычно вот ну а здесь нас когда у нас минимизация то могут говорить приближение источнице 2 3 а ног зависит от ли в жизнь . 3 вторых в зависимости от того тут мы делим на ро или умножаем вот в общем тут не сложилось прям универсальных обозначений на то есть часто для отдельно авторы своих книгах или в отдельных задачах очень своих договоренностей которые как-то друг с другом не стыкуется на обычный контекст понятно что имеется ввиду вот да ну и соответственно пишу а f от x и y будет меньше либо равно чем опт делить на ру вот хорошо значит ну как я понимаю вот мы на лекции пропустили а на семинарах была дерандомизация и там как раз задачи аппроксимации решались так а был видимо только была задача максимальном разрезе а еще что-нибудь было например мак макс 30 например вы и 7 8 там прям было на а 7 8 было очень хорошо тогда будем считать что вы знаете вот так ну хорошо значит тогда я этот пример не буду повторять вот а покажу пример когда вообще ни для какого нет приближения пример пример когда нет приближения значит это задача коми вы и жора с произвольными стоимостями на с произвольными весами значит тут что имеется ввиду но может сейчас просто есть матрица а там w может даже не симметричная значит w это матрица такая что w и житая это стоимость стоимость проезда из и в жир вот но может даже считать что и на диагональ не обязательно нули стоят вот но можете считать что нули так давай считать что эти все дублевые житые больше равен нуля вот хотя если у нас задачка него и жора нужно один раз все обойти то это даже это не важно можно к ним ко всем прибавить одно и то же значение так чтобы не стали больше нуля даже если были меньше нуля на то есть вообще если то то есть тут смотрите чем плохи отрицательные веса тем что может получиться отрицательный цикл а поэтому за этим цикл дальше как бы можно ходить и накручивать сколь угодно маленькое расстояние но если мы потребуем что нужно ровно один раз попасть каждой вершине тогда это неважно да тогда мы не сможем накручивать вот но все-таки так привычно чтобы это были не отрицательные величины так но и соответственно нужно но задача значит нужно минимизировать нужно минимизировать сумму по и от единицы до n w и т сигма от и т по всем сигма значит по всем перестановкам сигма состоящим из одного цикла состоящим из одного цикла значит можно вот так вот вот но соответственно эта задача мп трудная сейчас давайте покажу что даже приближенные решения тоже мп трудная причем с любым весом вот ну соответственно там не с любым весом смысла с любой точностью с любым ро значит это вот точная задача ну а приближенная соответственно найти какой-то это минимизация да так что найти либо величину вот здесь вот да либо какой-то путь найти который будет не длиннее вот этого вот значит ну соответственно это это задача нп трудна ну не знаю или для любой точности да да давай для любой точности задача нп трудна значит почему ну потому что можно к ней свести гамильтонов цикл идем гамильтонов цикл каким образом мы это сделаем ну про скажем что w и житая равно единице опять вообще если ноль разрешить то можно даже даже для неконстантных ро можно это доказать значит w и житая равно единице если было ребро и житая если в графе есть ребро и житая иначе получится значит w и житая равно какому-то большому числу равняется n большому вот вот но это получается что если гамильтонов цикл есть есть гамильтонов цикл тогда минимальный вес равен m значит потому что можно по нему пройти и каждое ребро да в склад один суммарно будет n маленькая n маленькое с высоко число вершин а вот если нет гамильтонов цикла ну тогда соответственно в любом цикле обходящем все вершины у нас будет хотя бы одно не ребро и это не ребро даст вклад n большое значит тогда минимальный вес больше либо равно n большого ну и соответственно варьируем большое можно добиться любого отношения вот ну а дальше то есть тут смотрите что нужно значит значит если у меня n n делить на ро меньше чем n большое тогда получится что по приближенному решению по приближенному решению можно найти есть ли гамильтонов цикла в графе ну потому что алгоритм даже если он только число выдает выдаст либо да значит приближенный алгоритм выдаст либо к меньше либо равно чем n делить на рог либо к больше чем n большое ну и соответственно взяв такие сравнения можно понять что именно имеет место ну вот соответственно отсюда получается что ро больше не лучше не относительно ро а собственно уже все написано на степень большого на то есть если есть n маленькая и ро тогда взяв n большую вот таким вот можно получить что задача будет нп трудный на то есть итог то при n больше чем н поделить на рог задача ро приближения будет нп трудный вот так ну чё понятно так хорошо с другой стороны если рассмотреть не общую задачку мивоэзжора а какой-нибудь частный случай то тогда можно вполне с какой-то точностью решить значит например можно рассмотреть метрическую задачку мивоэзжора метрическая задача комивоэзжора ну а означает что там неравенство треугольника выполняется на то есть w и житая плюс w и жкатая будет больше темно чем w икатая вот это конечно для нашего примера предыдущего не подходит потому что может быть так что тут два ребра есть и будет две единицы а тут будет n большое да и конечно неравенство нарушается вот значит тогда есть очень простой алгоритм приближения с точностью 2 значит приближение с точностью 2 вот но я не хочу по подробности вдаваться но идея там следующее значит вначале нужно вначале нужно найти минимальное основное дерево и для этого есть специальный алгоритм я знаю вы это изучали там алгоритм что еще раз ну там разное есть чё сейчас мне кажется что другое хотите рассказать о чем то что я хочу рассказать да я да это правильная фамилия сейчас вы хотите сразу для цикла или для основного дерева сначала а ну хорошо да в общем они есть разные да а вы прям вот это рассказывали а на другом курсе хорошо да в общем есть разные есть разное да например можно найти остовное дерево да и да а и И обойти перебра дважды. Ну и, соответственно, потом сократить. Ну и обгождать, когда у нас есть не раз другой, то вместо того, чтобы идти в вершину, потом в следующую можно прямую пройти, и это будет уменьшение. Не увеличение, по крайней мере. Значит, потом сократить путь. Вот. Значит, на самом деле есть даже алгоритм с точностью 3,2. Как недавно выяснилось, значит, этот алгоритм десятки лет назывался алгоритм Кристофидоса. А потом оказалось, что независимо от Кристофидоса в Новосибирске математик Сердюков тоже его придумал и опубликовал там в какой-то локальном издании. Вот. Так что, и это, в общем, признанно. Значит, признанно сообществом. Так что теперь этот алгоритм называется алгоритм Кристофидоса-Кристофидоса-Кристофидоса. Вот. Значит, также там есть какое-то недавнее достижение, где вероятностный алгоритм, и там получается 3,2 минус эпсилон для очень-очень маленького эпсилона. Вот. Там реально очень маленький, там 10 минус 30 или что-то такое. В таком духе. Вот. То есть, вот такое чисто теоретическое достижение. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, именно, ограничение с другой стороны, что с точностью вот такой вот, 122-121, значит, это будет НПТРУТНО. Вот. Но вот между этими величинами разрыв происходит, да. То есть, вот эта 122-121, она тоже увеличилась. Ну, в смысле, наоборот, дробь увеличилась, а числа уменьшались. Вот. Там было сначала, там, 200, там, с чем-то, потом, там, 180. Вот. Но вот здесь вот имеется разрыв. Вот. И вот это, на самом деле, довольно типичная ситуация. Да, бывает так, что разрыва нету. Наш, такой, вот как для 7-8, для Макс-30, сад, да, там, с 7-8 есть алгоритм, да, а с 7-8 плюс ЭПСЛН, ЖНПТРУТНО. Вот. Либо, может быть, разрыв, либо вообще, может быть, только с одной стороны что-нибудь. Так, ну, ладно, сейчас дать прерыв. Сделаем о том, поговорим, что тут еще бывает. Может, еще пару задач обсудим. Так, я еще хочу немножко про задачку Коми-Вэйжора. Я забыл сказать одну вещь. Есть еще и частный случай метрической задачи Коми-Вэйжора. Это Евклидовая задача Коми-Вэйжора. Евклидовая задача Коми-Вэйжора. Значит, Евклидовая означает, что все веса – это просто расстояние прямо в Евклидовом пространстве. Ну, каком-то, может быть, многомерном, может быть, прямо на плоскости, что, собственно, все и представляет, глядя на географическую карту. Да, то есть тут просто W и ЖИТО – это просто какое-то расстояние от точек там, X-ВИТО и X-ЖИТО. Вот. Так вот, в этом случае все равно задача Коми-Вэйжора трудная точная оптимизация. Да, значит, тут, соответственно, точная задача все равно NP трудная. Но при этом для любого эпсилона для любого эпсилона 1 минус эпсилон приближения уже полиномиальная задача. Вот. Но при этом полиномиальная она будет от размера матрицы, да, то есть от N, но не от эпсилон. Да, то есть тут полиномиальная от N и экспоненциальная от 1 делить на эпсилон. Да, то есть если эпсилон фиксировано, то тогда это полином от N. Но если у нас и эпсилон тоже стремится к нулю, даже как там 1 N, то все равно это будет экспонента в итоге. Вот. Но если эпсилон стремится к нулю как 1 делить на логарифм N, например, то это будет полиномиальная задача. Вот. В общем, для таких случаев используют аббревиатуру ПТАС. Значит, ПТАС означает Polynomial Time Approximation Scheme. Ну, то есть схема аппроксимации за полиномиальное время. Вот. Ну, вот, значит, Евклидзеточка Миллэ и Жора один из известных примеров такой ситуации. Вот. Бывает еще ФПТАС. Значит, ФПТАС Fuller Polynomial Time Approximation Scheme. Это, если бы еще это от одной эпсилоновой было бы не экспонента, а полином тоже. Вот. Но такое уж совсем редко встречается. Вот. Хорошо. Значит, теперь я хочу поговорить про разные другие задачи. Вот. В частности, про задачу Макс Трисат. Значит, задача Макс Трисат заключается в том, что данная 3КНФ. И нужно максимизировать число истинных скобок. Данная 3КНФ. Значит, нужно максимизировать число истинных скобок. Значит, при этом 3 тут реально. 3 это, то есть, не 1, не 2, а в каждой скобке ровно 3 литерала. То есть, тут ровно 3 литерала в каждой скобке. Вот. Значит, но тогда, как вы изучали на семинарах, есть полиномиальный метод решения. можно решить за полиномиальное время с точностью 7 восьмых. Ну, а вот 7 восьмых плюс эпсилон считает, называется PCP-теорема. PCP-теорема с точностью 7 восьмых плюс эпсилон это будет НП трудно. Значит, эта теорема прям реально сложная. Да, то есть, даже если тут не для 7 восьмых плюс эпсилон доказывать, а просто для какого-то множителя меньшего единицы, да, то, в общем, все равно это дело намного лекций. Да, то есть, там нужно изучить некоторую технику под названием техника экспандеров. Вот. И даже с этой техникой там, в общем, много нужно повозиться. Да, то есть, ну, я иногда читаю спецкурс, прям, где я там половину семестра доказываю теорему, изучая попутно все, что для нее нужно. Вот. А вторую половину там еще всякие другие эти самые ну, всякие приложения, там, уточнения и так далее. вот. Значит, почему PCP? И это само по себе очень интересно. Значит, PCP вообще означает какие-то совершенно не связанные вот с этим слова, а именно PCP – это probabilistic Recheckable Proofs. Да, то есть, вероятностно проверяемые доказательства. Вот. Там нет ни слова про аппроксимацию, там, про NP-полноту. Да, вот какие-то вероятностно проверяемые доказательства. и то, что это про одно и то же, это само по себе некоторое интересное достижение. Вот. Ну, вот. В общем, про это я сейчас не буду говорить подробнее. Вот. А вот про что скажу? Это про связь вот этого приближения 7 восьмых плюс эпсилон с другими задачами. Значит, связь связь Max3Sat с другими задачами. Так. Ну, и план у меня такой, что я сначала поговорю с про вершинное покрытие. Значит, минимум вертекс кавер. Вот. А потом проговорю про максимум, максимальное независимое множество. Maximum independent set. Вот. И оказывается, что в случае с вершинным покрытием там тоже есть некоторое другое пороговое значение, которое точно так же разделяет. Вот. А в случае... А, точнее, нет, сейчас... Нет, 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 нет. Это я... Это я немножко преувеличиваю. Потому что тут... Как бы вот это вот... Вот это вот 7 восьмых плюс эпсилон, я переведу в некоторое другое значение, но вот этот вот алгоритм, который 7 восьмых, он не... не перейдет в алгоритм с такой же точностью, и кажется, там есть разрыв такой же, как для метрического комивоэжора, хотя и поменьше. Вот. Ну, а максимум independent set получится, что на самом деле ни с какой точностью не будет аппроксимации. Да, то есть, вот это вот будет NP трудно при достаточно хорошей точности. Вот. А это вводит NP трудно при любой точности. Вот. Ну, и в некотором смысле, да, значит, вообще вся эта область теории, она повторяет просто теорию NP-полноты, да, но тут сводимости разрабатываются с таким расчетом, чтобы они сохраняли и разрыв в приближении, да, то есть, чтобы не только точное решение одной задачи превращалось в точное решение в другую задачу, но и приближенное превращалось в приближенное, может быть, с другим множителем. Вот. И в зависимости от того, насколько это можно превратить, ну, насколько этот разрыв сохраняется при переходе, ну, там, при той или иной сводимости, мы будем получать разные результаты для разных задач. Так, ну, хорошо. Так, минимум вертекс кавер. Минимальное вершинное покрытие потребует некоторой специальной сводимости. Значит, не такой, как мы изучали раньше. Продолжение следует... Так, значит, один из будет следующее. Значит, тут N переменных M скобок превратится в M M вершин. Ну, а ребер уж сколько получится. А вот N не влияет на... Ну, N повлияет на число ребер косвенно, но точно так же, как и в то, какие скобки. Вот, так что число ребер там не фиктировано уж какое получится. Вот. Значит, смотрите. У нас с каждой скобкой связано 7 значений, при которых она истина. Да, то есть скобка – это дизъюнкция. То есть там три аргумента, восемь возможных наборов значений. Из них для одного будет ноль, а для семи остальных будет единица. То есть, например, значит, P или не Q, или R, значит, нам даст значение. Так, ноль, ноль, ноль. И это же будут вершины. А вообще, почему 7M? Потому что 7 – это вот число выполняющих наборов в одной скобке. Так. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Дальше 0, 1, 0 как раз пропускается. Да, потому что 0, 1, 0 даст 3 нуля. Значит, 0, 1, 1. И дальше, значит, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, и 1, 1, 1. Вот, со 7 значений. Значит, и они все друг с другом соединены. Да, значит, я тут уж не буду прям клику рисовать. Ну, там какое-то количество. Поведу. Да, значит, это клика. Вот. И так для каждой скобки. Да, то есть, например, тут будет какая-то другая. Там, скажем, не P, или R, или не S. Да, значит, тут, соответственно, будет все, кроме 1, 0, 1. Да, то есть тут будет 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Дальше 1, 0, 1 пропускается, потому что это дает 3 нуля здесь. И, соответственно, 1, 1, 0. И 1, 1, 1. Вот, ну, соответственно, тут тоже клика. Вот, а теперь, ну и так, ну и для каждой скобки я уж не буду больше рисовать. Значит, важно, какие скобки мы друг другу соединяем. Значит, соединяем мы те, которые противоречат друг другу. Да, значит, например, вот это вот мы соединяем вот с этим, да, значит, потому что здесь... Да, значит, смотрите, тут цифры, которые здесь написаны, значения переменных, не значения литералов. Да, то есть вот тут вот сказано, что p равно 0, а тут вот здесь вот сказано, что p равно 1. И, соответственно, если значения в двух наборах противоречат друг другу, то это мы соединяем ребром. Вот. Или, например, значит, например, вот это вот. Вот это мы тоже соединяем вот с этим, но не из-за p, да, p и там, и там равно 1. А противоречие возникает в r. Значит, здесь вот r тут на третьем месте, поэтому тут r равно 1, а тут r на втором месте. Тут r равно 0. Вот. Ну и так, соответственно, все пары, в которых противоречат все друг другу значения одной переменной, мы соединяем ребром. Вот. Ну вот такой граф получается. Может быть, конечно, и два противоречия сразу. Да, например, вот у этого с этим сразу два противоречия. Значит, тут p равно 1 и r равно 1. Вот. А тут p равно 0 и r равно 0. Вот так устроим граф. Так, значит, надо двум принцип понятиям. Теперь вопрос, что-то с вершинным покрытием. Ну, утверждает, что формула... Сначала давайте без приближения, а просто... Ну, это вообще сводимость. Значит, формула выполнима. Формула выполнима тогда и только тогда, когда в графе есть вершинное покрытие из 6 М вершин. Значит, всего 7 М вершин, а покрытие из 6 М вершин. Значит, почему? Ну, в одну сторону, пусть формула выполнима. Тогда есть выполняющий набор. Тогда что мы сделаем? Значит, у этого выполняющего набора есть соответствующая ему вершина в каждой вот такой вот клике. Ну, что, выполняющий набор — это значение каждой переменной вообще, а мы для трех из данной скобки выбираем фрагмент этого выполняющего набора. И все остальные 6 вершин мы включим в вершинное покрытие. Тогда что получится? Получится, что внутри клик мы все ребра покрыли, потому что мы 6 из 7 вершин взяли, и у каждого ребра хотя бы один конец попал. Вот. А вот такие вот ребра между кликами непокрытыми остаться быть не могут, потому что они друг другу противоречат в значении какой-то переменной. А то, что мы не покрыли, совпадает друг с другом по значению каждой переменной. Да, потому что мы взяли фрагмент одного и того же выполняющего набора. Вот. Поэтому и все ребра внутри клик покрыты, и между кликами тоже покрыты, и получается вершинное покрытие. Вот. Ну, значит, это, поэтому, получается, сводимость. Вот. Но на самом деле то же самое, значит, то же самое рассуждение можно обобщить на аппроксимацию. Вот. Вот. Спасибо. Спасибо. да а подождите я только в одну сторону доказал да я только сверху вниз доказал но снизу вверх тоже получается ну смотрите в каждой клике нужно хотя бы шесть вершин взять иначе там будет 5 из 7 2 не покрытое на между ними ребро не покрыто поэтому если у меня ровно 6 тем вершин значит ровно по 6 каждой клики вот ну а тогда оставшиеся непокрытыми должны быть согласованы друг с другом иначе скажем если вот это не покрыто и вот это не покрыто да то вот между ними ребро не покрытое вот а раз они да значит ну а значит если они не согласованы друг с другом не покрытое то это нет нет это не вершинное покрытие начали да они должны согласованы друг с другом то есть у каждой перемены ровно одно значение во всех не покрытых и можно его взять как выполняющий набор и это действительно будет выполняющий набор потому что но как бы все 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 вот эти семь фрагментов выполняющие для скобки вот не не выполняющий мы его заранее исключили вот так ну чего понятно ну вот хорошо значит все таки туда и туда и обратно обсуждение выполнено вот а для приближения получается так что в значит формуле значит формуле выполнима значит доля скобок доля скобок больше либо равно чем рог вот это будет равносильно тому что у графа у графа у графа есть вершинное покрытие размера меньше либо равно чем 7 минус ро умножить на то что мы уже доказали частные случаи для ро равного единица вот чего же это в общем случае выполняется ну вот тоже смотрите но пусть пусть выполнил это опять же сверху не сначала пусть выполнила такая доля скобок ну возьмем плащина возьмем набор при котором выполнена такая доля скобок и тогда для тех скобок которые выполнены мы как раз возьмем 6 вершин все кроме той трое которые соответствуют фрагменту этого набора а для тех где которые не выполнены просто все семь возьмем вот ну и тогда получится что случае ромы взяли да да значит получится что ро умножить на трона м да значит рона им число скобок и умножить на 6 не плюс 1 минус ро на м на 7 и вот это раз и будет 7 минус рона и минус рона и вот и это будет папа по тем самым причинам что и раньше это будет вершины и покрытия на то что те где 7 нами там вообще все покрыто а у тех где 6 не покрыты не мог бы соединены ребра между собой так как они друг другу согласованы вот ну и другую сторону тоже примерно также да опять же 5 вершин из клики нас не может быть то есть если вот такое число вершин взято то значит как раз 6 будет 6 вершины из вот такого числа клик и 7 вершины всех остальных и вот эти вот не покрытые вершины друг другу согласованы не дадут набор при котором как раз все скобки которым соответствуют вот эти клики будут выполнены вот и что же в итоге значит в итоге разрыв ро значит разрыв между ро и единицей превращается в разрыв между 6 и 7 минус ру да и можно сократить вот но получается например если если ру у нас 7 восьмых то тогда тут получается то есть и то есть и 1 восьмая да это у нас 49 48 получается на 6 и 8 то есть вот это вот как бы если мы еще на 6 поделим на то множество получает сургей 48 собственно вот видите вот тут было там 2221 это вот не случайными так это на самом 1 121 получалось зазор вот а вот здесь зазор 1 40 1 48 значит зазор это смотрите тут 1 8 тут 1 48 это как бы какую часть на какую часть от вот этого будет больше вот это да то есть мы фактически поделить 49 восьмых еще на 6 поделили значит получили 49 48 вот а зазор получается 1 48 но то есть боль получается что что с большей точностью будет нп трудно приблизить задачу о вершинном покрытии потому что если мы приблизили приблизили с большей точностью то тогда получится что мы с точностью больше чем 7 восьмых решили задачу макс треса то это невозможно по 55 теореме если только по неравной нп вот 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 ну вот хорошо значит и теперь послед 10 минут немножко я поговорю про максимальный за независимое множество значит я напомню что дополнение вершинного покрытия это не за независимое множество соответственно ну как бы автоматически из предыдущих конструкций получается тоже разрыв причем как бы назад все переворачивается и снова те же самые 7 восьмых получается а из предыдущие из предыдущей конструкция получаем разрыв м и или роем на том что тут всего 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 7 м вершин соответственно мы вычитаем либо 6 м либо 7 минус ро на м и обратно получается либо м либо роем то есть то есть и единицы или ро снова 7 восьмых вот но после этого можно его увеличить значит можно разрыв нарастить значит а именно это называется возведение графа в степень неком специальным образом значит из графа же можно перейти в же степени к значит здесь вершины значит вот это вот же же это будет в и е вершины же в степени к это к элементное к элементное подножество в вот ну и дальше значит пара с и т цедина ребром точнее дайте а так напишу она не принадлежит значит не сына ребром если и от уверения ст это независимое множество графе же то есть если есть хоть одно ребро в том числе и внутри с то тогда если ты соединены ребром да в частности иначе если само по себе с не независимое множество то она вообще совсем не соединена ребрами можно в принципе вообще исключить вот а если с и т оба независимое но объединение уже не будут независимы тогда тоже ребра между ними проводятся вот грубо говоря получается что любое ребро из ст поднимается ну из одной вершины с какую-то вершину т поднимается до ребра между с и т и если внутри с и внутри т есть ребра то они тоже поднимаются до с и т есть ничего нет тогда ребра нету вот значит ну ясно что если к фиксировано если к фиксировано то число сочетаний из n по k от полином поэтому сводим с полиномиальная при фиксированном к значит при при фиксированном к сводимость полиномиальная вот ну а дальше утверждение такое утверждение что если альфа это число независимости g то тогда число сочетаний из альфа пока это число независимости g степени к но это как раз мой максимальная ну размер максимально независимо множество вот значит почему это так а ну соответственно значит если мы докажем то дальше там некоторая выкладка в том что вот если час в общем выкладка такая что дальше c из ро m пока поделить на c из м пока это будет иметь порядок рог степени к ну комбинаторное такое утверждение вроде даже понятно откуда она следует вот и тогда соответственно у нас ра было семь восьмых беряка все больше и больше мы это к нулю будем устремлять вот из чего же следует утверждение ну во первых если в графе же было независимо что размера альфа то все его к элементами подножество образуют независимо множество в же степени к потому что все это объединение будет вложить в независимое множество да и соответственно ребер не будет вот поэтому отсюда получается нижняя оценка значит нижняя оценка будет вот такая вот но верная верхняя оценка на то что если будет еще больше множество к элементных то они все в объединения да может сказать так что если у меня есть независимо что вот в этом же в степени к то объединив все эти множество я получу независимо множество в исходном графе вот но если их будет больше чем столько там точек будет больше чем альфа но тоже такая комбинаторика значит нужно оценить что но это были не более менее понятно да что если у меня альфа точек то у меня вот столько к элементных множеств то есть у меня больше множества мне нужно больше точек потому что альфа бы не хватило вот и тогда получилось бы больше чем альфа независимое множество в исходном графе ну вот вот такая вот идея получается что независимое множество как следствие клика тоже это вот задача трудно поддающаяся аппроксимация вот что отнюдь не так очевидно как для коми выяжора где все следует из гамильтонного цикла вот но и это действительно так то есть это и на практике сложная задача на то есть насколько я понимаю может быть так что у вас там конец есть скажем из 10 тысяч вершин и заведомо известно на то есть как бы одна сторона берет к и там случайную сеть или там какую-нибудь в общем какую-то сеть из десяти тысяч вершин и туда прям намеренно встраивает клику из 50 вершин вот и предлагается перед ее найти вот они получается получается максимум 25 найти вот это надо задать задача встроены клики что известно что игра встроена клика ну например может можно взять например случайный граф там будет по теореме средняя там клика будет так такого-то размера вот но не средняя среднем по испытаниям размер максимальной клики будет такой-то а мы встраиваем сильно большую и пытаемся его найти и от нее не получается вот но говорят что это может быть важная задача для спецслужб находить до в это самое какой-то сети контактов находить скрытые клики которые возможно делают то что не дают спецслужбам но вот к счастью или к сожалению значит задача трудно решается что это не жить не получится вот так ну все значит на этом курс завершается спасибо что слышали значит включает что нас остается контрольная и какой-то тантер опрос вот возможно я буду читать спецкурс осенью может быть как раз вот про это вот таки прописи пи может нет это выложил канал потому что опрос буду проводить что хотят слушать граждане все спасибо